Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат, 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня, не пойми уже какой день карантина, и книга Адама Гранта «Брать или отдавать новый взгляд на психологию отношений». Нужно сказать, что книга это 2013 года, она не самая свежая в нашей подборке обзоров, но все такая же актуальная, как и много лет назад, если не сказать еще чуть более актуальная. Потому что текущая нестандартная ситуация с запиранием всего мира по своим жилищам на длительный период времени, она снова выводит на первый план такие общечеловеческие ценности, как взаимоподдержка, альтруизм, способность жертвовать, гуманность, вот все то, о чем пишет Адам. Причем заметно, что ускоренными темпами вся эта история развивается не только по линии «человек-человек», но и по линии «человек-бизнес» и даже по линии «бизнес-бизнес». Все коммуникации сейчас строятся на месседжах, что, мол, переживем эти смутные времена вместе, давайте поддержим друг друга, а когда придет время, еще и обнимемся, что, в общем-то, как нельзя лучше укладывается в парадигму книги Адама Гранта «Брать или отдавать». Грант – это молодой ученый-психолог, он получил свою степень доктора в Ортонской школе бизнеса, был признан самым молодым профессором в истории США, может быть, знаком любознательному читателю еще и по книге «Как пережить несчастье, собраться с силами и начать жить снова», которую он написал совместно с Шерил Сенберг, это операционный директор Facebook. Ну, в общем, такой достаточно часто публикуется в отраслевых журналах, в Нью-Йорк Таймсе публикуется, у него там своя колонка есть. Вместе с ним и книгой «Брать или отдавать» к нам пришло совсем немножко Бьянка Савеллы итальянской, потому что за окном почти лето, а значит, не может быть ничего лучше хорошей книги, распахнутого Насти Шакна, трех кубиков льда в бокале и немножечко белого сухого. Ну, по правде сказать, не самое, конечно, лучшее вино в моей жизни, но это может быть потому, что мне сейчас так не хватает вашей подписки на канал, нажатия на колокольчик, пальцы вверх, комментария любимого вашего про то, что я задолбал бухать во время обзоров. И вот это вот давайте все сейчас прямо сразу сделаем, и к книге «Во имя создания идеального мира». Вся книга в одном предложении. Весь мир делится на две большие группы людей, людей берущих и людей дающих. Ситуативно они могут превращаться еще в обменивающихся в каких-то коллективах. Ну, стоит понимать, что дающих любят и уважают все, но важно не перейти тонкую черту в процессе вот этого вот обмена с другими людьми. Как это сделать, как выстраивать отношения, об этом расскажет Грант с нашей помощью в 10 фактах 3 задачах. В течение быстрых 600 секунд постараемся. Итак, факт 1. Польза альтруизма. Значит, весь мир, как мы уже поняли, поделился на две большие группы. Те, кто просто так дает, и те, кто просто так берет. Адам утверждает, что когда дающий человек становится успешным, его окружение, как правило, получает от этого пользу. Потому что, ну, не потому что, а берущий, в свою очередь, когда становится успешным, он делает других людей несчастными, потому что чаще всего они оказываются у него в подчинении, проигравшие, угнетенные. Так получается и так происходит, потому что дающий сосредоточен на эмоциях окружающих. Ему важно, что будут испытывать люди, которые находятся вокруг него. А берущий чаще всего сосредоточен на своих собственных эмоциях. Как только у дающего появляются какие-то инструменты, он альтруистически использует их, чтобы сделать мир вокруг чуть более гармоничным, а людей чуть более счастливыми. Берущий делает все то же самое, но только персонально для себя. И в долгосрочной перспективе, благодаря разнице вот этих подходов, только у дающего формируется репутация. Именно то самое альтруистическое отношение, о котором мы поговорили в первом факте, становится причиной второго факта. Оно приводит к большему числу полезных контактов и союзников. Когда вы преследуете цель помогать другим людям, вы укрепляете себе репутацию. Взамен получаете безвозмездную помощь, предложение о безвозмездной помощи и поддержке. Это так называемое эхо благих поступков, которое раздается намного позже совершения самого действия. Было бы глупым предполагать, что вы сейчас что-то делаете, и вы такой искренний, дающий, и вам тут же в ответ что-нибудь кто-нибудь поможет, и, в общем-то, сделает вокруг вас ситуацию чуточку лучше. Вообще, упрощенная форма вот этой мощи репутации, каждый из нас с ней сталкивался наверняка хотя бы один раз, если учился в высшем учебном заведении, в институте, всегда первые два курса вы работаете на репутацию, а потом уже репутация работает на вас. Так и формируется вот эта вот истинная ценность какого-то конкретного человека в глазах других людей, в глазах преподавателей, если брать случай с институтом. Истинная ценность человека, это есть третий факт, он очень быстрый, его суть заключается в том, что Грант говорит, если вы хотите узнать, какой же человек по-настоящему, просто посмотрите, как он относится к другим людям. Тот, кто стремится помогать, не преследуя какую-то свою благую цель, не ожидая благодарности взамен, это и есть искренний человек, дающий, и он в долгосрочной перспективе способен достичь высот, при этом осознанно или нет, но когда вы ведете себя так и проявляете истинную ценность свою, то связи вокруг вас множатся и крепнут, и вы познаете силу еще и построения так называемых слабых связей. Если вы знакомы с Кейтом Ферраци, которого Форбс когда-то назвал нетворкером номер один, и его книгой «Никогда не ешьте в одиночку», ссылка на обзор которой находится прямо под этим видео, то вы наверняка слышали про слабые связи. Ферраци этому посвятил в книге «Никогда не ешьте в одиночку», достаточно приличную часть своего времени. В общем, суть такая. У вас есть круг контактов, в котором вы варитесь, и в котором циркулирует одна и та же информация. Этот круг контактов, это и есть ваши сильные связи. Там, где люди тесно взаимодействуют с себе подобными, группируются по интересам, и каждый день проживают одну и ту же жизнь. При этом разделяете там одинаковые ценности, цели, опыт, и ощущаете себя частью какого-то коллектива. А вот слабые связи – это отношения с людьми из других социальных сетей, с теми, с кеми вы в привычной жизни не сталкиваетесь, и вряд ли, если выйдете из этой зоны комфорта, если не выйдете, точнее, вряд ли столкнетесь когда-нибудь. С их помощью, вот как раз с помощью отношений с людьми из других социальных сетей, и формируются разные нестандартные оригинальные решения. Потому что в среде, отличающейся от привычной, можно в полной мере осознать собственную уникальность, при этом вы дающим становитесь гораздо более сильно, чем в привычной вами среде, потому что существует запрос и на вас, как на какого-то там эксперта, на носителя знаний, среди людей, с которыми вы раньше не общались. В общем, вот эта вот сила слабых связей, ее нельзя недооценивать, подробнее о ней можно почитать у Феррации, но смысл в том, что ищите нестандартного, выходите из стандартного круга общения, ищите нестандартных контактов, которые в обычной жизни, в ежедневной жизни вам не присущи. Ну и помните, что дающие в безопасности. Это чисто американская тоже такая история, про то, что вы, конечно же, делаете добро, но еще и при этом не до конца альтруистически, а немножко прагматично думаете о том, что поскольку вы что-то делаете, и вокруг вас постоянно какая-то информационная движуха, и некоторые, возможно, могут назвать вас там или талантливым, или целеустремленным, то вы должны помнить, что вы будете часто подвергаться критике и осуждению, потому что окружение старается вытолкнуть, ну, в случае с Адамом он назвал это гением, но я сказал бы просто отличного от типичного представителя этого социума, окружение пытается вытолкнуть его из вот этого своего круга общения, чувствуя невозможность конкурировать с ним. И поэтому если люди в тот момент, когда вы активно их раздражаете своими какими-то действиями нестандартными, ну, выпячиваетесь, по-нашему по-славянски, будут видеть вас еще и при этом желание помочь остальным, то вероятность вот того самого ножа в спину или просьбы вас удалиться из этого социума, они снижаются до нуля, потому что дающие, как правило, находятся в безопасности, и к активному дающему, активному человеку, по сути, и при этом дающему, будут относиться гораздо более лучше, чем к активному и еще в этот момент берущему. При этом важно понимать, на чем держится сила и дающих, и берущих. Сила с точки зрения влияния может базироваться на одной из двух позиций. На доминирующей или на престижной. Ну, первое, доминирующий предполагает, что люди с вами взаимодействуют и делают то, что вы хотите, или там условно подчиняются вам, чувствуя силу и угрозу от вас. Поэтому, если вы все-таки берущий, то, скорее всего, ваша логика взаимоотношения с другими людьми будет строиться как раз именно на доминировании. А если вы нарабатываете хорошими поступками престиж, то тогда вы обретаете власть через уважение, восхищение и гораздо более какие-то открытые вещи в эмоциональном плане. Авторитарный стиль руководства, он будет уместен там, где сотрудникам необходимо выполнять какие-то рутинные, четко обозначенные функции, и тогда вы можете чувствовать себя берущим и доминировать. Но если вы работаете или взаимодействуете с людьми, которые требуют творческого подхода, которые не терпят прессинга никакого, то помните, что вы сможете базировать свою силу авторитета исключительно на престиж. При этом не думайте об успехе, об успешном успехе ежедневно. Все мы слишком зациклены на себе, и поэтому успех для нас это первоочередная мерила любого нашего действия. Грант говорит, что успех должен быть как побочный продукт. Вкладывайте энергии в благополучие окружающих, меняйте жизни людей в лучшую сторону, и не заметите, как сами станетесь успешными, еще в том числе и потому, что это с одной стороны будет награда за приложенные усилия, а с другой стороны, чем больше вокруг вас успешных людей, если вы помните, что вы среднее арифметическое пяти человек, которые вас окружают, чем успешнее они, тем успешнее вы. И если при этом вы вкладываете энергию в то, что приносит вам настоящее удовольствие, ну там, например, я не знаю, читаете хорошие книги и пьете не всегда хорошее вино, то вы просто обречены на успех, и хотелось бы, конечно, в это верить. При этом не забывайте, что тот, кто отдает, он получает свободу. Поскольку в коллективе устанавливаются определенные нормы поведения, я вначале говорил, что есть две большие группы, дающие и берущие, но время от времени они занимают роль обменивающихся. Так вот, в коллективе, там, где установлены какие-то нормы поведения по принципу «ты мне, я тебе», это очень частая история, как раз участники ведут себя так, как вроде бы они там в какой-то стратегии по бухгалтерскому учету и щепетильно записывают дебет, кредит, сколько они помогли, сколько им помогли. Вот это у гранта одна из самых частых, один из самых частых способов взаимодействия внутри коллектива, это обменивающиеся люди. Так вот, когда в коллективе появляется тот, кто действует бескорыстно, и он не участвует в схеме обмена, то ему позволяют отклоняться, в том числе и от норм ожидаемого поведения. Грант говорит, что это так называемый индивидуальный кредит, то есть, если вы видите, что в коллективе большое количество обменивающихся людей, вам будет сложно не принять эту норму поведения, но при этом, если вы ее не примете и станете там, например, дающим, то вы получите индивидуальный кредит, который позволит вам достаточно свободно чувствовать себя в этом коллективе и даже в некоторой степени там управлять. Помните о способности к самообучению, потому что берущие очень часто переоценивают свои интеллектуальные способности и, как следствие, совершают большое количество ошибок. Дающие на абсолютно противоположную сторону, они относятся к чужому мнению с уважением, даже если они его не разделяют, даже если оно идет в разрез с их собственным мнением, и поэтому, благодаря такому отношению с уважением к чужому мнению, они перенимают опыт других специалистов, отличаются высокой компетентностью в разных сферах деятельности. В общем, учитесь как можно больше, и все будет хорошо. Ну и десятый факт. Важная история, я так ее до конца и не понял, но факт вынес, чтобы проартикулировать. В общем, дружелюбные и приветливые люди это не всегда дающие, а человек с трудным характером, с которым вам сложно, это не всегда берущие, хоть вам он таким и кажется с первого взгляда. Потому что добрые намерения очень часто оказываются обманчивыми, а отстаивание собственной позиции не показатель того, что человек, ну показатель, что он вам может быть неприятен в общении, но не показатель того, что это трудный берущий человека. Способность вот отдавать и брать, она заключается как раз не в первичной вашей, там, визуальной оценке какой-то, а в том, какие ценности есть у человека, с которым вы общаетесь. И Гранта рекомендует не преувеличивать значимость видимых факторов, а сосредоточиться именно на внутренних мотивах. Это значит, что распознать по-настоящему берущего или дающего просто так во время каких-то там беглых 15-минутных переговоров вряд ли получится. Скорее всего, человека нужно узнать лучше, нужно узнать его истинные мотивы, и тогда за обманчивой оберткой вы получите настоящий вывод о том, кто перед вами. Берущий, дающий или обменивающий. Такие вот быстрые 10 фактов, три задачи, которые я обязательно запишу в бук... вернее, я уже их записал в букнот, но и вы, если прочитаете книгу, тоже запишите куда-нибудь лучше всего в букнот. Букнот — это блокнот для осознанного чтения, такая история, которую мы придумали в «Читай быстро», чтобы любой любитель чтения, особенно нонфикшн-литературы, получал максимум полезного из каждой прочитанной книги. Сначала читайте, выписывайте факты, потом на основе фактов формируете задачи, на каждой странице читайте советы по скорочтению, потом прячьте букнот в чехол, красный или серый, как на фотографиях, с двумя карандашами и носите его везде за собой, чтобы в любой момент обратиться к прочитанным записям. Много об этом рассказывал. Суть такая, что если мозг получает сигнал, что вы какую-то идею записали, он ее из операционной памяти откладывает в гораздо более длительную и освобождает вам место для новых знаний. Поэтому по возможности любые полезные идеи, мысли и задачи всегда записывайте все равно куда, в букнот, блокнот, на стенку, в телефон, но записывайте для того, чтобы послать мозг сигналу и для того, чтобы структурировать те знания, которые вы получаете из книги. Три задачи, которые я себе записал. Значит, первое, формировать сеть слабых связей, гранты, феррации не могут ошибаться, сила в основном в окружении, сила в основном в новом окружении и в вашей персональной способности быстро взаимодействовать с новым окружением, выходить из зоны комфорта. Второе, перестать концентрироваться на успешном успехе и в первую очередь делать то, что нравится, то, от чего получаешь удовольствие и то, в чем можешь быть полезен другим людям. И третье, идентифицировать в своем окружении агрессивных берущих и купировать их по той причине, что ничего хорошего они не приносят. Таким был быстрый Адам Грант, надеюсь, мы уложились в 600 секунд книга «Брать или отдавать», написанная в 2013, но не потерявшая своей актуальности до сих пор. Таким был проект «Читай быстро» на этой неделе. Буква.инфо, на сайте буква.инфо.рапид узнайте наконец-то свою скорость чтения, получите сертификат. У нас, кстати, праздник сегодня, вчера, вернее, был праздник, и вино по этому случаю тоже. 60 тысяч пройденных тестов. Вот, когда-то давным-давно придумали такую идею, что каждый должен померить свою скорость и осознанность чтения, а уже сегодня 60 тысяч человек померили с нашей помощью эту скорость и получили сертификат и советы по улучшению этой скорости. Впереди 100 тысяч. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, пальцы вверх, напишите комментарии, чего по книге, нравится, не нравится, может быть, еще какую-нибудь надо обозреть. Ну и если хотите узнать больше про софт-скиллы, про чтение, про нонфикшн-литературу, про наши рабочие тетради, смарт-конспекты, букноты и все вот это вот, приходите к нам на сайт буква.инфо. Слэш-блог, там мы все складываем, или в инстаграм буква.инфо. Через неделю новая вы, новый я, новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Продолжение следует...